В свежем, в несорванном, в несухом, я ее здесь решила не снимать, что она раньше росла, но ее некоторые родственники стабильно выкашивали по какой-то причине, может по незнанию, может от балды. И вот она в этом году наконец возродилась, правда не совсем там, где была, но все же. Поэтому я решила оставить, чтобы она на следующий год была, если что. Вот она немножко меняет цвет, еще не в сушеном, но на веточке сама высыхает. Сейчас я покажу, как она выглядит, когда высохла. Ой, я забыла, у меня опять это сварилось яйцо раньше времени. Я думала, что успею заснять, пока хожу. А оно, оказывается, начинало закипевать. И вот эта мальва в сушеном виде. Камера вот эта передает именно так, как есть цвет. Тут у меня несколько листиков тысячелистника, вот этого вот свежесорванных, только листиков именно, а не цветочков. Потом несколько веточек листиков малины и несколько листиков клубники и черный чай импра. Осталось повесить на палочку и идти куда подальше. Нашла вчера в питерском гарнитуре, скажем так, в комоде двухсотлетнем. Платочек такой. Немножко он там с пятнышком, может быть, от старости, может, еще что за платочек, не знаю. Но, в общем, я решила, что так как уже вроде как и бабуси-то нету, вряд ли кому-то этот платочек понадобится сию минуту в этом доме, я сюда сложила в салфетках и пара бумажек подписанных, что где, ну почти, что где, частично, эти свои травы. Потому что вот у меня тут четыре мешочка. Я что-то думала, что хватит этих четырех мешочков, что не так много у меня тут что-то и будет. Как-то я не подумала, что возможно, что будет очень даже много. Вот здесь у меня флоксы сохнут, которые я вчера призвала тете Вале. Тут у меня еще немножко пижмы, свежесорванные в другое время. И вот тут все остальное досыхает. Еще надо мне листиков подорожника и земляничных листиках в одном месте, когда каталась, видела, но что-то не получилось как-то, не по времени было. Но думаю, потом все-таки съезжу, наверное, сегодня и соберу их, пока они еще в состоянии вменяемом. И да, спасибо Ире, которая мне дала очень комплексный ответ на мой запрос относительно в WhatsApp, которые все-таки отправились сообщения в WhatsApp, всем, кому я посылала этой рассылкой, по поводу электрических, механических машинок и где даже в каком магазине это можно при желании найти. И приеду, посмотрю на сайте нашего ДНС. Так что вот. Ну, хоть я и в среду уезжаю, но я сейчас немножко складываю в сумку то, что мне, в принципе, уже не пригодится. Жареная капуста. У нас сказалось, две бутылки масла, одну в этом году привезли, другая в прошлом году еще, наверное, купленная. Одна до октября этого года, а другая мистер Вика, вымороженная. И до ноября этого года. Короче, обе в этом году осенью заканчиваются, и обе практически полные, не знаю, зафиксуют за столько волочек. Особенно, если тут вообще мало количества дней живем летом. В основе живет только Лёля в этом плане. Короче говоря, кот мне приволок. Точнее, поймал в доме. Я уже выкинула. Я сегодня подметала, и это сволочь. Ладно, хороший кот, правильный кот. Но на кой же хрен на коврике-то? Он мало того, что ее одну большую не дожрал, а другую тупо оставил мне так это под ноги. Думаю, что такое мягкое, на чую пяткой нацепилась. А это, блин, мышка. Пришлось ногу с мылом мыть. Ну, я как бы брезгливая в этом плане. Вытаскивала это носовочки. Я еще думаю, что он мне все блюет-блюет на улице, пока я клинила. Все-таки взялась из-за жабры и на улицу поклинила. В этот раз у нас, ну, сейчас у нас такая 24 градуса тепла. Меняемая погода, ни жара, ни духотища. Ну, захотелось мне есть. А кот, блин... Не, я, конечно, это споем. Ну, вот 14 пышей, блин, уже поймал. Молодец, конечно, но зачем же кидать-то, блин, на коврик? Прямо под ноги. Ладно, кидать на коврик, так еще жрать, блин, тут. Жрал бы на улице. Я вышла из леса. Воняла нещадно. На самом деле я приехала с дороги и тут уже просто вела. Я думала, что это желтый песок, а это оказалось солома. И вот тут прудик. Это деревня, бывшая деревня уже. Ашалаева. У дороги дом. Здесь когда-то был еще дом в этом районе. Наполовину еще при жизни хозяина разобранный. Женя Ишутина, кому интересно. Я когда-нибудь напечатаю от руки, или написанное в свое время, или отсканирую даже, у меня вполне читабельный почерк, свои эти ранние типа рассказики. Степные, детские. Там вот впереди должен быть дом друзей бабушкиных. Сейчас, наверное, не вспомню фамилию. Мы у них одно время брали молоко, когда были еще тут мелкими. Потом только-только, наверное, дом купили. Ну и не то чтобы, может, не и постоянно, но одно время мы у них брали молоко. И у них... Еще фамилия у них такая говорящая. Есть один ярославский поэт, который из Ярика, короче, в Углич как-то приезжал, с Коврайским тусил в свое время. Потом что-то у них какой-то конфликт прошел. И однажды по дурости заступилась за Коврайского. Посчитала, что он прав, его неправильно как бы обвиняют. И этот товарищ на меня взъелся и злостно забанил ЖЖ. Еще что-то, в общем, из человека, короче, полезло говно. Звать его Женя. Вот, ну не могу вспомнить фамилию. Короче, у него фамилия такая же, как вот у этих людей, которые тут жили. Они тоже пчел держали. И, кажется, бабушка говорила, что у них родственники в Москве. Ну, в общем, так все у них там как-то заглохло еще при бабушке. Я ездила давно еще, когда писала блоги, вела блог на Тифаретнике, на ЖЖ еще где-то там. Делала какие-то обзоры, но делала их чисто письменно. Я даже не знала, что можно снимать, допустим, на видео, а не только писать тексты и фотографии прикладывать. В общем, вот тогда я туда ездила. Там еще яблоня такая есть. Может, сейчас уже не есть, может, одичала, может, ну, как-то так, короче. Я туда, помню, в Резиновых ездила. Но с другой стороны пруда, с той стороны, у меня, кстати, сейчас пишется, по-моему, на экшн, все сзади. Велосипед мне выдал опять в этом году наш сосед Боря в прошлом году мне его тоже выдавал, но в прошлый раз, когда я приезжала, он у него был сломан, там чего-то не было. Я думала, что, может быть, докупить, потому что, как бы, езжу на нем, но получилось так, что Боря сам его сделал. Как же, блин, фамилия-то у них была. Еще этот Пит одно время в Углич привезла, но я так поняла, что мне было лучшим вариантом не приходить на его мероприятие в Угличе библиотеке. Хотя, как бы, там уже такая тусовка была, в общем, когда я уже на тот момент не общалась с нашим Лито, ибо если вы не умеете лизать нижнее полушарие мозга, то вам туда дороги больше нет. Как-то вот. Нажала на стоп и вспомнила, Коноваловы, в общем, там жили, и поэт такой был, этот Женя Коновалов. Вот как раз эта фамилия такая, Конь Овалов. Коноваловы, там бабушка и дедушка жили, я не помню, как их звали, но у них рядом с домом был колодец. Такая территория вообще интересная была. Я не знаю, может быть, есть какие-то где-то черно-белые фотографии. Снимали, когда может. Но у меня в памяти это все очень хорошо вырисовано. Правда, вот на бумагу как-то оно не переносится, к сожалению, или не знаю, к счастью. И да, я вот сегодня вдруг поняла, что то, что я хочу сшить на этой своей машинке, с помощью ручной механической швейной машинки, это как раз одна запчасть костюма Судзуна. Но еще не то чтобы запчасть, по большей части это, скорее всего, запчасть костюма двух героев из разных фандомов. Один из фэритейл это Натсу, и другой, хотя мне там больше нравится Люси. У нас какой-то дуралей. Узбалмашный. А еще второй герой это, конечно же, Лука Крозырия из Урабоку. Предательство знает мое имя. Ну, в общем, как-то так. Лёля как-то постепенно возвращается к Лёле ее любимое раньше хобби, ранее любимое хобби. И Лёля как-то совсем уж анимешником становится. Хотя я не люблю вот все эти, ну, как-то градации погоняла. Как бы мне ближе универс, но мой товарищ по сканлейту в свое время, я так поняла, обижался, что я не причисляюсь к анимешникам, хотя таковым являюсь, но как-то так. Вот как раз остатки дома, того дома Жени Ишутина. Интересный такой мужик был. У меня даже где-то фотка есть его, с пленочного фотика. Времен, когда ко мне приезжала тогдашняя моя подружка Ирка Матвеева, с которой нам, ну, мы с ней познакомились, когда мне делали операцию по остановке зрения в 97 году. Делали на 15 минут раньше, чем ей. Вот крыша дома этого виднеется, и дорога идет дальше. Я знаю, что тут было 4 дома, но 4-й дом я никогда раньше не видела, я даже не знала, где он находится. Сейчас попробую чисто пройти по этой дороге, посмотреть, куда она меня приведет. Вот он дом Коновалова. К нему уже не подойти с этой стороны. Ну, где-то вот, наверное, если вот так прямо, то здесь бы был колодец. Можно было бы опереться на колодец. Я подозреваю, что он там все еще и есть. И, может быть, даже по этой части я бы туда не рискнула одной идти, не зная оброду. Не лезьте в воду. Как у Ескина, допустим, очень много колодцев. И осталось их дофига. Я думаю, что это яблоня, судя по тому, что на ней какие-то такие имитации, эквиваленты, не знаю, намеки на яблоки. Ива разрослась. И вот если с той стороны, то можно, наверное, в принципе, подойти. То и яблоня будет, если бы там было скошно, но в этом году что-то здесь не косили. Вон остатки этого дома Ешукино видно. Вон там. И дорога у нас идет дальше. Я как-то по той дороге, про самопальные, так же, здесь-то, наверное, изначально, может быть, была когда-то дорога. Дошла, помню, до этого, думала, что до Прилуг, но там у Прилуг есть еще одна деревня. Забыла название. Мне кажется, что вон там, наверное, дом, но я не знаю, есть ли к нему дорога, потому что дорога идет немножко в другую сторону. И можно ли к нему подойти? Или же это просто там какой-то бурелом? Ой, мама! То есть там реально был человек. Напугал меня вон тут товарища. Да, местный житель или нет. Напугал меня не местный житель, но пчеловод. В общем, я на обратном пути постараюсь тут дом заснять. Оказалось, здесь дома не было, дом вон там. Может быть, дорога к нему и приведет. И он, оказывается, вот сказал в мой доме, говорит, снимите с пчелками. Я-то думала, у него, он здесь местный житель и живет. Но это казалось, вот у меня родственники в Ескино таким образом, над гамаком тетвали, вешали ящики и ловили пчелок. Но это обычно делается, когда рая слетает. Вот сейчас, по-моему, это уже поздно так делать. Не знаю, для чего-то он. Может, у него быть не дикие пчелы? Впервые в жизни сказала человеку на вопрос, что я снимаю интересное такое, что я влог снимаю для народа. Видимо, я приняла себя как, точнее, я приняла это хобби, как блогерство. То бишь, что возвращается на круги своя. Когда можешь заниматься чем хочешь, то, что нравится, и никто тебя не осуждает и не капает на мозги. Это пчел. Что-то я не спросила его по поводу, то есть в какой-нибудь деревне. Не знает ли Васю с дядей Тулей. Ну, как-то. Вообще, было немножко стрёмно. Что вот человек видит, как я снимаю. И это, ну, не вызывает смех или ещё что-то. Вот фотик-то я, наверное, не очень заряжала, потому что что-то он у меня уже наполовинку. Что у нас машина? Стоп. Здесь, судя по всему, был какой-нибудь забор или ограда. Мне ещё казалось, что тут кто-то есть, но я думала, что, как бы, тетя Валя сказала, шарамыжники, те, которые разграбливают дома старые, на доске их там разбирают. Хотя, мне кажется, вот такие дома, если они уже, вот, как бы, бесхозные, уж лучше растащить на доске, чем он сам сгниётся по себе. Потому что хозяев, наверное, уже тут никогда не будет. Вряд ли деревне возродится. Вот он, четвёртый домик. Вряд ли он уже живой. Жилой, потому что даже, вот, видно, что крыша у него. Не знаю, как вам, а мне так видно. Уже и окна-то никакие. Очень жаль. Иначе, он тоже давно уже не живой был. Я думала, что туда ещё кто-то приезжал. Мне всегда вообще казалось, что он должен быть кирпичным, какой-нибудь там, сам по себе. Потому что я помню, что девочка какая-то со своим отцом, видимо, здесь каталась маленькая на велике. И я думала, что они какие-нибудь или приезжают на лето такие, какой-нибудь такой, типа, барский дом. Либо живут круглогодично, и у них должно быть всё, типа, коровы и так далее. Ну, я знаю, что они молоко брали. Забыл опять эту фамилию. Конь-конь. Коноваловых. Напоминает Захейна. Только там два дома, и они побольше были. Я думаю, что там сейчас туда вообще даже не пройдёшь. И, скорее всего, там какие-нибудь кабаны, медведя и так далее. Лоси-то ладно бы. Ну, я постараюсь подойти поближе, чтобы как бы на обратном пути хотя бы заснять это. А дальше прохода нет, потому что мы видим вот эту жёлтую палочку. И чуть заметные две этих там, каких-то там линий, короче. И коровы мычат, я надеюсь, слышно. Это, короче, проволока, короче. Говоря, короче, это огородка. И за этой огородкой начинаются уже, выгуливаются те самые коровы, которые идут на браморное мясо. И по этой тропинке, конечно же, мы не проедем. Я-то бишь. И, наверное, и к дому-то я думала, что она загибает, как-нибудь к дому можно подойти, но к дому, наверное, не подойдёшь. Крайней мере, я не знаю местность, не знаю, где у них тут были расположены колодцы, поэтому я не буду рисковать и не буду подходить. Ну, вот так вот. Я сначала была интересна, куда вот эта дорога ведёт, но может быть, даже тут наезжено было чисто для коров. Может, она там куда-то заворачивает, но она не в ту деревню, как если б я думала. Это не та дорога, не в ту сторону. Вот такие пироги. Вот он наш дом. Хотя к нему я тоже, наверное, не думаю, что нужно подходить. Опять же, из-за колодцев, брелома, да и я в таких тапочках, что как-то коровы на заднем фоне водят. И у меня уже, кстати, фотоаппарат разряжается. Ну, в принципе, вы тут видели, со мной всё, что можно практически. Я думаю, что этого вполне хватит. На изосиму, можно сказать, поращаюсь. Правда, я обещала на обратном пути немножко заснять, но вот, к сожалению, фотик разряжается. Может, в другой раз. Так получилось, что вовремя не сходила за водой на колодец, и вот воды минимум. Решила пожарить картошку. Немножко принеснула всё-таки воды, и, в общем, она у меня получилась, наверное, ближе к варёной, чем к жареной. Поверх я долбанула яичком. Ну да, я его тут чуть-чуть уже поела, и решила вдруг записать им. Вот. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»